Друзья, привет! Это Леша Почаров, лучшие наушники у нас тут, видите, посветлее стало, может быть зима-таки когда-нибудь кончится, но да ладно. Разговор про Panasonic TCM-130, вот такого, на мой взгляд, оранжево-горчичного цвета, но Panasonic считает, что именно так выглядит желтый. Цвета Panasonic TCM-130 вообще на любителя, вот этот я даже не знаю как назвать, может быть темно-красный. В зависимости от цвета наушники стоят от 600 до 1000 рублей, иногда их можно найти вообще за 500. На коробке пишут про экстра бас, про обилие баса в наушниках Panasonic мы с вами и так знаем, а хотелось бы на самом деле услышать мелодию, а если повезет, то еще и голос. Провода лапша, коннектор компактный, приятный, форма наушников на этот раз эргономичная, необычная, интересно, будет ли удобно. Есть микрофон и кнопочка, кстати, ощущается достаточно легко просто найти пальцами кнопку, поставить на паузу или включить следующий трек. Шумоизоляция приятная, мощная, большой запас громкости. На сайте Panasonic объясняет, что эти наушники держатся за козелок и антикозелок. Это вам два новых нематерных слова в ваш словарный запас. Когда только распакуешь, ну, понятное дело, это же Panasonic, да, у них очень мощный жирный бас, но при этом они играют голос, достаточно чисто и высокие в них есть. То есть я сходу решил, что они, наверное, будут покруче, чем модели 118 и 125. И они сходу звучали намного интереснее, чем Philips 6105, которые я прогревал одновременно, ну и так периодически одевал. Перечислю. Harper HV404, Xiaomi AirDots Pro, новое нескучное видео про JBL T100 вместо старого 17-минутного, Pioneer SE-C3T и CH3T, KZ-S1 Hybrid, TRM-V90 и Panasonic RP-HJE190. Надеюсь, вы еще не выключили видео, потому что я назвал 8 причин подписаться на канал прямо сейчас. Это модели наушников, которые у меня прямо сейчас есть, которые я сначала открываю, потом прогреваю, слушаю и рассказываю вам. Это то, что будет в ближайших видео. А вообще я жду 5000 подписчиков. Зачем это? Мне, потому что, когда их будет 5000, я смогу купить за 5000 рублей Sony XBA1. Вот, наверняка вы хотите поржать над этой моделью и узнать, какое место она займет в рейтинге. А рейтинг где? По ссылочке под каждым видео. Друзья, возвращаемся к Panasonic RP-T7-130. В первые дни слушать больше часа как-то скучновато, они что-то не дарят радость и хочется их снять. Звук недостаточно открытый, слышно вроде нормально, но удовольствия нет. А через несколько дней понимаешь, что с ними вполне все в порядке, в отличие от моделей 118 и 125, в которых пару дней походишь и ощущение ведра на голове появляется. Я сделал вывод, что Panasonic RP-130 потихонечку прогреваются. Вроде звук становится сбалансированным, объемным и он вообще улучшается. В высоких есть детали и они даже играют явно по сторонам. Это очень приятно, очень хороший знак. Поездил в них в метро, шумоизоляция в порядке, прибывающий поезд не наводит страх и в принципе даже особо не раздражает. На небольшом количестве треков я слышал в басу какой-то шелест. Его в принципе можно не заметить и я же прислушиваюсь, чтобы вам рассказать поподробнее. Потом это вроде бы прошло, то есть это может быть один трек из 300, в котором это проявляется. А может быть это особенность первых дней работы. Провод лапша не шумит об одежду, даже если сильно о нее бьется. Удовольствие от музыки совершенно точно есть и наушники абсолютно рабочие и я принял решение сравнить их с топом, чтобы определить их место. Заметил, что коннектор пачкается, даже если на него просто посмотреть. Не знаю, что это за материал, он в общем как-то плохо реагирует на карманы джинсов, да, становится немного синеньким. В поп-музыке чувствуется переизбыток баса или возможно я старею. Голос живой, а это очень важно и первостепенно для наушников, которые можно долго слушать и которые интересно слушать. Я вам рекомендую посмотреть отдельные видосы в сравнении со всеми топовыми моделями, потому что сейчас я скажу важную вещь. Выяснилось, что это панасоники, в которых есть не только бас, но и голос и высокие. Среди супербасовитых моделей они интереснее, чем JBL T290, при этом в зависимости от цвета могут стоить в три раза дешевле, что конечно же плюс. Мой вывод такой, что они совершенно точно делят первое место моего рейтинга Sony EX155. Я в видео сравнении именно этих двух моделей подробно описываю, как они звучат, чтобы не повторяться, я здесь не буду говорить. Какие из этих двух моделей подойдут именно вам, можете решить вы сами, потому что они звучат по-разному, но и те, и те очень круто. Посмотрите вот эти маленькие видосики и сможете сделать классный выбор, купить недорогие, офигенские наушники. Я очень рад, что в нашем рейтинге новенький.